Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. В этом выпуске вы узнаете, какие фильмы претендовали на выдвижение от России на Оскар и что из этого получилось, кто решает, какой фильм станет кандидатом на престижную премию, а можно ли уже посмотреть эти фильмы и какие премьеры долгожданных отечественных фильмов лучше не ожидать в этом году. Все картины, о которых пойдет речь, можно условно разделить на несколько видов. Патриотические, фантастические, комедии и драмы с различным уклоном. Итак, пойдем от духоподъемного патриотического кино. В этом году, как впрочем и во все предыдущие годы, государственные субсидии распространялись на кино о достижениях о Великой Отечественной войне и спорте в СССР. Два фильма отсылают нас к 1941 году. Первый – Оскар, в прошлом оператора фильма «Изображая жертву Сергея Макрицкого», ранее снимавшего «Битву за Севастополь». Студенты-операторы Лев и Иван отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы снимать битву за Москву. Так, на 15-й церемонии вручения премии «Оскар» главную кинонаграду Голливуда получит документальная лента из СССР. В главной роли фильма майор Гром Тихон Жизневский. Другая история – 1941 «Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова, который от дебютного бабла 2011 года теперь успешно перешел к хорошо финансируемой государством военной тематики. Его очередной фильм о подвиге летчиков первого минометно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским, которые бомбили Берлин. Несмотря на полное отсутствие голливудских конкурентов весной, оба эти фильма провалились в прокате. Если с первым «Оскаром» все понятно, то в отношении «Крыльев» приходится верить на слово, ведь информации о бюджете фильма найти так и не удалось. А что же происходило со спортом в СССР? Фильм «Мистер Нокаут» режиссера Артема Михалкова, знакомая фамилия, рассказывает историю жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко. Чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. А фильм «Чемпион мира» Алексея Сидорова, в прошлом известного по сериалу «Бригада», об истории матча за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, несколько лет назад эмигрировавшим из СССР. «Мистеру Нокауту» угораздило выйти на экран 23 февраля, а «Чемпион мира» не спасли даже новогодние каникулы. Так еще два высокобюджетных фильма, финансируемых из госказны, далеко не отбивают и половины затрат. В трудные времена зрители выбирают комедию и мелодраму. Что у нас было в 2022 с этим направлением? Егор Кончаловский, тоже знакомая фамилия, снимает «Мой папа-вождь» про капитана дальнего плавания Петрова, 10 лет считавшегося без вести пропавшим героем. Человек возвращается африканским вождем. Он не признает правил современной цивилизации, только закон джунглей. Теперь ему предстоит наладить отношения с женой и сыном. Фильм позиционировался как дикая комедия с Дмитрием Нагиевым. И снова провал. Известный деятель телевизионных искусств Дмитрий Нагиев не падает духом и снова выступает в роли папы в одноименном фильме Анны Матисон, состоящего из четырех историй об отцовской любви. Здесь бюджет фильма также нам не удается найти. Картина выходит на экран 23 февраля и не собирает кассы. Следующий претендент в фильм «Непослушник» с забавным слоганом «Побойся блога». Крамольная тема розыгрыша в стенах церкви и перевоспитание пранкера монастырем режиссера Владимира Котта. Она уже получила продолжение «Непослушник 2» в главной роли звезда кассового хита последнего богатыря Виктор Хореняк. К слову сказать, Котт наснимал целых три фильма в этом году. Прибавляем комедию «Дикая» – историю выживания начинающей модели Алены. Который вместо премиального курорта прилетит в якутскую «Дикую тайгу». Вторая работа Кирилла Соколова – черная комедия «Оторви и выбрось». Это действительно, словами слогана фильма, полный трындец. В хорошем смысле. Неожиданная Анна Михалкова в роли суровой Веры Павловны отправляется в лихую погоню за своей внучкой Машей и ненавистной дочерью Олей. Роуд-муви по российским лесам-полям с фонарем под глазом и хлесткими диалогами о современных семейных ценностях – вот чего нам так не хватало. Режиссер уже радовал нас своим дебютом. Папа, сдохни. И не только нас, но и зрителей, и критиков во всем мире. Сто процентов на Rotten Tomatoes. Это вам не это. Дебют в кино Петра Тодоровского, потомственного режиссера, фильм «Лавстори», был снят еще в 2016-м. После премьеры на фестивале «Окно в Европу» он так и не вышел на экран из-за юридических проблем. Спустя годы новый прокатчик выкупает картину и теперь пытается вернуть затраты. В главной роли Александр Петров, который в далеком 17-м был на пике славы. Он играет водителя, мечтающего о карьере актера. С его новой прагматичной и своенравной пассажиркой он должен примириться, подружиться и, как водится, влюбиться. Но можем ли мы так же беззаботно окунуться в прошлую легкомысленную жизнь пятилетней давности вместе с героями ленты? Вот в чем вопрос. Клим Шипенко в свободное от полетов в космос время успел снять фильм «Декабрь». Это история о последнем месяце жизни Сергея Есенина, который то ли сам свел счеты с жизнью, то ли не сам. Премьера фильма уже отложена на неопределенный срок. И как тут не вспомнить, что из-за книги стихов этого упаднического поэта был репрессирован отец героини известной повести Бориса Васильева и одноименного фильма «Завтра была война». В своей версии событий режиссер текста делает акцент на любовную линию и подготовку к побегу из страны советов поэта, которую готовит иностранная подданная его возлюбленная знаменитая танцовщица Осидора Дункан. Вы не поверите, но в роль Есенина опять наш пострел Александр Петров. Актер явно идет по стопам своего старшего коллеги, актера Сергея Безрукова, которому уже удалось воплотить образ поэта и еще вереницу других значимых фигур культурной истории нашего Отечества. Может фантастические, фэнтези и приключенческие миры нам помогут скрыться от ненавистной реальности? Осенним чемпионом проката в России стал фэнтезийный боевик «Сердце Пармы» режиссера «Метро» и «Движение вверх» Антона Мегеричева. Начинал он с телепрограммы «Леонида Парфенова. Портрет на фоне», монтируя проект. Тем перешел в заказной высокобюджетный кинематограф. Новый проект снят по мотивам романа Алексея Иванова о покорении языческой Перми в 15 веке Москвой. Русский князь Михаил вынужден сделать выбор. В фильме обещаны интриги и магия, князья и шаманы, вагулы и московиты и сражения в стиле битвы бастардов из культового сериала «Игра престолов». В картине заняты актеры Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Роза Хайрулина. В рекламной кампании картину пытались вогнать в стандарт патриотического эпоса. Но произведение не так однозначно, как у нас все любят говорить, и успешно вышло за предлагаемые рамки. Эта история могла бы стать прекрасной почвой для сериала, подобного тому, на который и равнялся фильм. Еще один российский фильм сделал хорошие сборы. Это триллер о выживании «Одна» 33-летнего режиссера Дмитрия Суворова. Он был выпущен вопреки традициям русского кино летом. После автокатастрофы в 1981-м Лариса очнулась посреди обломков самолетов в непроходимой тайге. Ее ожидает полный набор препятствий – грязь, дождь, бурная река и скалы, а также в довершении всего – тигр. История рассказана занимательно и держит зрителя в напряжении. Научно-фантастический триллер «Петрополис» снял известный театральный режиссер Валерий Фокин, который является художественным руководителем Национального драматического театра России Александринского театра по сценарию своего сына Кирилла Фокина. Герой картины Владимир – выходец из семьи иммигрантов из России. После защиты диссертации его приглашают на работу в закрытую международную организацию и заняться исследованием реакции человечества на информацию о существовании инопланетной цивилизации. Он и не подозревает, что решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли. Философское арт-произведение размышляет о судьбах человека и человечества, сложную эпоху торможения развития цивилизаций. В фильме мы увидим Антона Шагина и Юлию Снегирь. Жанр фильма «Французский мастер» режиссера Юсупа Розыкова обозначен как драматический триллер. Элитный массажист становится главным подозреваемым в деле об исчезновении нескольких клиенток его салона. Все исчезнувшие молодые девушки, стремящиеся выбраться из провинциальной глубинки в столицу, сделать карьеру модели или просто стать дорогими содержанками. Узбекский режиссер с особым почерком известен своими фильмами «Турецкое седло» и «Керосин», которые были высоко отмечены на российском кинофестивале «Кинотавр». Главный характер воплощает на экране актер Алексей Гуськов, под которого специально и писалась эта роль. В картине мы увидим и Аню Чаповскую. Автор так обозначил основной посыл французского мастера. Когда искусство превращается в дизайн, красота способна уже не спасти мир, а наоборот погубить его. Фильм «Недетский дом» режиссера Михаила Расходникова. О конфликте директора детского дома, который борется с царящим там беспределом, жесткими правилами и новой воспитательницей, выступившей против запретов и решившей, что будет добиваться справедливости собственными методами. Михаила Расходникова принято называть представителем мотивационного кинематографа. Его дебют «Криминальная спортивная мелодрама «Эластика»» был отмечен призами в 2017-м на кинофестивале «Киношок». Позднее много дискуссий вызвал его фильм «Временные трудности», основанный на реальной истории. В этом фильме с автором уже не в первый раз работает одиозная фигура этого России Иван Ахлобыстин. Серьезный зритель никогда не расслабляется и бесстрашно пытается осознать происходящее через драматическое кино. Фильм «Нучча» Владимира Мункуева можно причислить еще к одному перлу якутского фестивального кинематографа. Он уже получил приз в Карла Бахвара и смог бы стать достойным претендентом на предстоящий «Оскар». История погружает нас в Якутскую тайгу в конце XIX века. Сельская пара готовится к суровой голодной зиме. По неволе они принимают к себе русского каторжника, с которым вынуждены теперь делить свой дом и еду. Постепенно они начинают понимать, что он, возможно, не тот, за кого себя выдает. В основу фильма был положен рассказ польского ссыльного писателя Вацлава Сирошевского, чья проза ранее послужила почвой и для фильма «Река» Алексея Балабанова, недоснятого по трагическим обстоятельствам, и фильма «Кочегар». «Просто человек» – дебютная работа Яны Климовой-Юсуповой. Главный герой Саша в исполнении Филиппа Авдеева – успешный и беззаботный бармен, собирается переехать с богатой девушкой в Испанию, но внезапно он узнает, что нашлась его мать, которая бросила в роддоме 30 лет назад. Премьера фильма состоялась на фестивале «Горький фест», и неожиданно тайно только по пригласительным был показан на ММКФ этого года. Критики высоко оценили актерскую работу актрисы Чулпан Хаматовой, но именно ее участие в картине и стало причиной тому, что фильм не выпустят в прокат. Она раскритиковала действия российских властей и покинула страну. Ранее сообщалось, что Никита Михалков назвал Чулпан Хаматову монстром, а это является серьезным препятствием для соединения фильма с массовым зрителем. «Кэт» – второй по счету фильм режиссера Бориса Акопова. Эту работу можно смело назвать авторской. Режиссер выступил в роли автора сценария и даже смонтировал свой фильм. Его дебют с таким же односложным названием «Бык» победил на Кинотавре в 2019-м. В своей новой картине автор снова нас ведет по задворкам империи. Если в «Быке» это было его детство в 90-х, то теперь это наше время. Человек человеку волк. «Отчаянная Кэт» – героиня фильма готова на все ради своего ребенка. Она вынуждена сделать выбор и проходит все круги ада в современной Москве. И ей надо спешить. Борис Акопов, в прошлом успешный артист балета, окончив режиссерский факультет в ГИК, неожиданно начал с жесткого и откровенного кино, продолжая традиции режиссеров 90-х и нулевых. Он прекрасно, атмосферно отображает изменения в обществе, погружение в хаос и беззаконие, и бесстрашный вызов одиночек, которые, несмотря ни на что, идут к своей цели. Сходя из последних тенденций, в кинотеатрах можно будет посмотреть только цензурированный вариант картины. А в финале мой личный фаворит – новый фильм Александра Ханта «Межсезонье». Вы должны хорошо помнить его дебютный народный хит «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» 2017 года. Межсезонье сложно шло к большому экрану. Не получив финансирования, автор все равно решил снимать. Деньги на фильм собирали всем миром через социальную сеть. Съемки осложнил карантин. Прокат картины этим летом также осуществлял сам режиссер и съемочная группа. Талант автора, удачный каст профессионалов и актеров из народа, опыт работы с молодежью и бережное использование ценного опыта кинонаследия уникального режиссера Динары Асаны позволило получить нам один из лучших фильмов этого года, а может быть и десятилетия. Саша и Даня находят друг друга в недружелюбном мире взрослых и сверстников. Смогут ли они быть свободными и счастливыми? Найдется ли им место, где они могут стать самими собой и отстоять свое право на любовь? И напоследок еще несколько фильмов, которые мы вероятнее всего так и не увидим в этом году на наших экранах, а может быть и в ближайшие годы. Фильм «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова был показан 18 мая 2022 на Каннском кинофестивале и претендовал на золотую ветку. Он был хорошо принят кинокритиками всего мира. В картине рассказана история одного из главных моментов в жизни всемирно известного и любимого многими русского композитора Петра Ильича Чайковского. Решение изменить свою жизнь, положить конец слухам и жениться стало причиной серьезного душевного кризиса. Расставание с супругой трагически повлияло на жизнь молодой женщины. В роли Антонины Милюковой снялась очаровательная Алена Михайлова. До сих пор мы не имеем даже официального постера, трейлера и даты релиза фильма в России. Скорее всего, это связано не только с именем режиссера, но и с новыми правилами о цензурировании произведений, где встречается ЛГБТ-тема. Теперь уже и для всех взрослых зрителей старше 18 лет. Так в ближайшее время ожидать жену Чайковского на большом экране не стоит. Ампир Ви. Многострадальная экранизация по произведению восьмого романа Виктора Пелевина также завершена. Фэнтези-драма режиссера Виктора Гинсбурга, который ранее уже обращался к творчеству писателя в своем фильме «Дженерейшн Пи», на этот раз о молодом москвиче Роме, который становится частью элитной расы вампиров, тайных правителей мира. Он получает имя Рама, второй особняк в центре города и жизнь, о которой вчерашний грузчик не мог и мечтать. Но главное, он обретает недоступные людям знания и власть. Картина снималась мучительно долго. Была остановлена пандемия, а вот теперь еще и участие в фильме известного музыканта, который объявлен инагентом. Режиссер отметил, что его фильм очень зрелищный, с гигантским объемом компьютерной графики, снят для большого экрана. Но теперь сомнений в перспективах такого просмотра все больше. Еще в июне сообщалось, что в стадии постпродакшена находится Воланд Михаила Лакшина, по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Культовое произведение экранизировали в нашем отечестве несколько раз. Режиссер Воланда ранее работал над новогодним хитом проката «Серебряные коньки». Мастера играет Евгений Цыганов, Маргариту Юлия Снеги. Роль Воланда – немецкий актер Аугуст Ди. Из-за увеличения объема компьютерной графики бюджет вырос. Но до финансирования фильм в августе так и не получил. Так что дата премьеры 1 января 2023 года на постере возможно уже и не актуальна. И не могу снова не вспомнить о фильме, про который я не раз уже рассказывала в своих фестивальных выпусках. Драматический триллер «Капитан Волконогов бежал» режиссерского дуэта Натальи Меркуловой и Алексея Чупова с Юрой Борисовым в главной роли. Картина была выбрана для борьбы за золотого льва на 78-м Венецианском международном кинофестивале. Капитан Федор Волконогов служит в советских правоохранительных органах. Ему доверяют его начальники и его коллеги уважают его. Однако однажды его жизнь принимает неожиданный оборот. За ним самим объявлена охота. И остается последний шанс не попасть в ад, изменив свою судьбу, если он раскается и сможет найти хотя бы одну свою жертву, которая простит ему его преступления. Федор получил много призов на международных фестивалях и был готов к прокату на родине еще прошлой осенью. Но фактически был положен на полку. То ли от того, что наряду с финансированием Министерства культуры Российской Федерации также получил поддержку европейских фондов и Министерства культуры Эстонии, то ли от того, что действие фильма разворачивается в СССР во времена большого террора. Остается только гадать. Но даты проката фильма до сих пор нет. Фатальные изменения в новейшей истории страны неизбежно катастрофически отразились в кинематографической жизни России. В сентябре 2022 года «Оскаровский комитет» должен был выдвинуть очередного претендента на «Оскар» от России. Режиссер Никита Михалков посчитал, что по политическим соображениям выдвигать фильм от России не следует. Как было, уже не будет. Никогда. С этим категорически были несогласны ряд режиссеров. А уже 26 сентября Президиум Национальной Академии Кинематографических Искусств и Наук России уведомил, что не будет отправлять в этом году фильм на премию «Оскар». В знак протеста против такого неправомерного решения из организации вышел ее председатель Георгий Чухрай, а за ним и другие члены известные кинематографисты Андрей Звягинцев, Сергей Сильянов, Владимир Кот, Николай Досталь, Вера Сторожева и Алексей Учитель. В этом выпуске я фиксирую историческое событие в мире российского кинематографа. Отныне «Оскаровский комитет» в России прекратил свое существование. Итак, ответ на главный вопрос нашего сегодняшнего выпуска «Какой фильм поедет на «Оскар» от России?» К сожалению, на этот раз никакой. Но есть и хорошая новость. В 2024-м обязательно снова состоится вручение премии «Оскар» за лучшие фильмы. Я же решила рассказать вам о российских фильмах этого года исключительно, чтобы зафиксировать момент истории, в котором мы с вами сейчас пребываем. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева на канале Кинотрафик. Не забудь подписаться на канал, написать свой комментарий и поставить этому видео лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...